Триумфальный для России, триумфальный, безусловно, год 2014-й, начался с блестящей победой Дмитрия Чудинова в декабре месяце, во время Большого боксерского вечера, который по стечению обстоятельств проходил в день рождения Сталина. Это был когда? 22 декабря, 21 декабря, в день рождения Сталина. Мы даже назвали этот вечер и бой Мити «10 сталинских ударов». И я, во всяком случае, знаю, здесь будет поступать так, делать, что можешь, а будет, что будет. Вот точно так же мы делали, когда мы, когда, когда в 2008 году, я после долгого перерыва приехал в Севастополь, вот когда я окунулся в этот город, когда я вновь, в 2008 году, это после большого перерыва, прорыва, почти 20-летнего, я там не был очень давно, с детства не был там, по-русски, у меня в стране с памяти, все, из-за Севастополя, все это связано с флотом, с кораблями, и вот, я очень тяжело переживал этот вот раздел страны, мне очень тогда было, действительно, было, это, я понимал, что на фоне всей эйфорейших не так, вот тогда, идет не туда, так же, как Сталинград, как Сталинград поменял, изменил весь ход истории в прошлом веке, да, весь ход истории, да, так точно так же, это же участь для Севастополя, он точно так же, как Сталинград изменит, способен поменять ход истории. А вот эта сказка, которую вы говорите, она, по-вашему, удалась на все 100% или что-то ей помешало? Нет, на 100% она удалась бы тогда, когда все регионы Украины, которые хотят быть с Россией, оказались бы вместе с Россией вместе. Что помешало? Это сам помешало, безусловно, бировая закулиса, помешало то, что разделило изначально на что страну, наш общий враг, не только для России, для всех православных цивилизаций. Нужно сформулировать идею. Самое большое оружие, которое существует, это идея. А она не сформулирована? Пока еще не сформулирована. Но это возможности, она где-то витает в воздухе, она ее чувствуешь, уже ее ощущаешь, ее, называется, что называется? Уже запах и чувствуешь, не знаю, она виртуальна, она в пространстве витает. А что загарочило в этом году больше всего? То, что, знаете, мы не смогли реализовать ту русскую весну до конца, которая назрела, которая как такой огромный вал начала подниматься, подниматься в душах людей. Они не принимают того, что сейчас происходит. Они были готовы за это. Это мы не сумели реализовать в глобальном смысле. Есть вещи, которые нельзя мерить на деньги. Есть вещи, которые мерить в деньгами нельзя. И другим тоже нельзя это делать. Если только мы все меряем на деньги, тогда грош, но с нами не нация. Тогда мы просто рабы. Если мы меряем все на деньги, нельзя за деньги торговать родиной, нельзя за деньги продавать мать. Вот я считаю, безусловно, нельзя уходить, бросать свою родную мать и уходить к мачехе, в данном случае имею в Европу, которая более успешная и более богата. У нас совпадает так, что интересы Китая совпадают в какой-то момент с интересами, это уже другая игра. Это тут мудрость. Нам надо тоже искать возможности противостояния санкций и так далее. Вот вся страна должна консолидироваться в один кулак. Ты знаешь, мне кажется, показалось, да. Я после Большого, мы сделали такой марш-бросок в республике Серного Кавказа. Прихали по всем лесу, по пангулещу этому России. И мы увидели, что там пора, что плечо от России. И увидел там консолидацию. Это единство, которое за готовность защищать свой большой дом и свой большой урон. Что будет с Донбасса в следующем году? Вы не сказали. Ну, я ничего не хочу делать, давать прогнозы. Я бы хотел на будущем, в будущем году на Донбассе провести байк-шоу. Ну, замечательно. Что это будет мир и Донбасса? Что это будет мир и Донбасса? Да, вот я бы хотел там провести байк-шоу. Мы об этом говорим, разговаривали с Захарщиком. И я бы хотел, конечно, я бы видел не только Донбасса в составе России, не только Крым в составе России. Я бы хотел видеть всю Украину в составе России. Как и в Белоруссии, как и в Белоруссии, как и те, вот это я хотел бы видеть. Мы все едины, как и в Казахстане, в числе, как единое, одно единое государство. В конце концов, в конце концов, это диктует все равно, так или иначе мы к этому придем. Мы придем к этому рано или поздно, у нас просто выхода, выхода другого нет. Вот тяжелый год? Да, год будет тяжелый. Я говорю, ну что, и может быть даже не один. Но надо будет сцепить зубы и идти вперед, еще раз говорю. И делать все, что можешь. Но главное одно, главное не главное, они покорятся. Понимаешь? Делать, что можешь, а будет, что будет.